значит завели кондиционер включается у нас вот так целых включается вентилятор как удобно пока на полную кучу потом включается кнопка отце если она не горит примерно сначала включи вентилятор потом отце кнопку и в жару закрываем в холодильник как дома если холодильник стать круто будет дефективным в жару до градуса 27-30 закрываем его чтобы воздух уже брался из салона и работал кондиционер в режиме доохлаждения все все заправляем приехала honda fit с девушкой вернее вернее девушка на honda fit это маленькая 2 honda fit 2 по моему рестайлинг если не ошибаюсь так лобода на вас заправляем honda fit погнали заливать масло хорошо покажу где находится салонный фильтр те 2 вытаскиваем вот он там фильтр посмотрим что там у там его нету то есть вот в этой чашке должен стоять фильтр на обязательно поставьте может иначе засолиться испаритель придется делать антибактериалку каждый год и чистить его туда он должен вставляться бумажный вставляем защелкиваем крышку и те все просто и удобно за что мне нравится машинки хорошо продумано все готово приехал это камри в 6 большим мотором говоришь только взяла через кого для сломалась коробка через полгода сломалась коробку декабрь месяц взял откатался зиму ну потому что в принципе системы такой что она не дает буксовать и май месяц настал немножко погонял и все крик 120 120 тысяч коробка нормально там к у меня на subaru 6 суп самый дорогой механика гамрюка в 6 горная я наверно еще салон кожаный да так тем можно веник и тазик и все и как банька кожа прилипает да поэтому это футболки доедешь чтобы кожи не оставить держи держи это мало фреона когда будет видно дно будет полный подушечка можно будет здесь на дно вот это вот так выглядит полный кондиционер подушечка можно будет здесь коврики такие непонятного материала нитка пластиковая другое дело фильтр салонный менял фильтр салонный сейчас купил все утра поменяя салон потому что это будет наполовину примерно хотя у тебя полная загрузка отдует такси не очень не сказать чтобы забит примерно на одну треть забить все пальчики мёрнут даже не хочется вылазить что жары да какой кайф класс все окей врезер порядке холодный пасов заслонки на будущее непонятки у тебя сейчас будем добивать на максимум стоит вот раздельный раздельный климат ну ты тут из-за этого то что вот здесь потреска надо вот ценник такой так салон пока еще вроде в норме в основном все раз очень-очень у форта вернулся компрессор вот так выглядит нерабочий компрессор ребята то есть он накачивает накачивает выкачивает не выкачивает должен сюда выкачивать на когостык не выкачивает компрессору хана соединение за фарой на кольцевом фару сняли крутится работает но ни хрена не выкачивает наоборот чуть-чуть пытается но это не тот результат то есть компрессор не работает компрессор в общем под замену поздравляю ауди а3 по-моему сколько я не позираюсь а3 сейчас будем делать до заправки кондёра ну вот здесь вот стрелка сейчас уйдет туда то есть компрессор в порядке это когда тоже в трудом уходит у тебя сколько лет приону? приону в этом году заправлял да ты что? получается месяца 4 назад ну а так холод то есть у тебя? бывает ими разами появляется так ну что-то чуть-чуть это чуть-чуть холодит стоит на 16 климат ну давай посмотрим оу оу подержи 2000 оборотов ну здесь бы компрессор работает все хорошо аудюха симпатяшка сейчас половину заправил у тебя уже что-то появилось да? а тогда не было и на половине на этой на полном даже ничего не было ну вот видишь? что новый фреон-то творит? чудеса чудеса да марк 2 5 грязных говно радиатор показываю вон там что творится вообще воооон чистим щёточкой щётка вот такая вот зубная на полке поехали что снимаю? катаклизм сейчас когда что-то не в порядке в людей снимаю да? у тебя здесь точно не в порядке ты наверное ездил по Дагестану полгода по горам с шерстью овечек давил Китачо 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 привезли здоровая дура ни хрена себе тут трактор едет бульдозер по палками начинают шлифовать местность турбовый 208 мотор и чёрные здорово кубики несят вентилятор везёт охлаждаться что дома нет кондёра? да 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 так саммар омск клуб в старой работе легасит но ещё в нормальном состоянии газ пойдёт уже ну на холодистке ключ у него тут манелька до 180 не аптитром? аптитром аптитром аккуратненько руль порт шифт первый раз такое вижу да это переключает спорт режим на коробке? да у тебя что какая-то версия? переключать получается спека что ли у тебя? нет спека на автомате что-то подобное никакой давление ебануло аж вот сюда ни хрена себе 30 очков было будем чистить радиатор у тебя даже скепка смешная субарская настоящий субарист ладно давай удачи тебе до видоса ребята настоящий субарист хорошо пошёл автомат огонь не так не знак уступить дорогу во финик финик слухался сибирская корона виновата мне знак уступить дорогу разъебали Орут, ха-ха-ха. Вон таёте корова, заправляем. Ну как дует? Дует хорошо. Хорошо. Всё. Фильтр салонный, говорите, меняли. Да, хороший поток. Поток нормальный. В смысле, не газовать. Приехала Рено. Какого года? 2010. Приветствую. Давно не заправлял кондиционер человек. То есть, лет 5 уже 7 ездят со старым Freon. А Freon имеет свойства терять свои свойства после 5 лет эксплуатации. Поэтому сейчас мы будем старый сливать, новый заливать. Почему Рено? Самый надёжный автомобиль. Почему не Subaru? Ну, Subaru по деньгам. Всё по деньгам. Это бюджетный автомобиль для относительности. Для города? Да, для города. Без проблем, чтобы ездить. А Subaru, грубо говоря, это машина для выходного дня. Ну, вот тебя Рено для города вполне устраивает. Устраивает. Какие у неё основные косяки, которые тебе не устраивает? Комфорта хотелось бы побольше. Но так как это бюджетные автомобили, бюджетные деньги, скажем так, поэтому довольствуемся тем, что есть. Мое благо, что вот кондиционер есть и подогревы, которые необходимы в повседневеке, скажем так. Понятно. Сливаем старый, заливаем новый. Сливной баллон. Это у тебя 3-го поколения, грубо говоря, 4-го. Так, гордо 4-го. Ну да, ну не 3-й, а 4-й. И какой расход на газу? Расход в город получается 10-11, а зимой, ну, литров где-то 12-13. Ну, получается на 3-й среднем дешевле, если ты ездил на бензине, да? Да. То есть по карману, скажем так, это значительно, скажем так, экономия на газу. А на трассе расход? Если больше 120-130 ехать, то получается расход где-то в районе 9-10 литров. Выпускаем. У нас водяное охлаждение выходящего пылиона. Заливаем масло в БАК-100. Специально масло для смазки компрессора с ультрафиолетовым индикатором. Для климатических систем. Заливаем шланг и давлением загоняем систему. Приехал еще Хундай. Большой автобус. Включайте кондиционер. Погнали. Все за доллар и ножечка на механике. Старекс. Вот это вот самая прожорливая дура из микроавтобусов. Ну, не считаю, Фольцваген-транспортер. Там вообще 1,4 кг. Вот, ребят, там лодка, да, для охоты, для рыбалки. Ну, войдет, я имею ввиду, смотрите. Вот это постель здесь, а. Можно 8 человек положить. Даже 16, в принципе, друг на дружку. Нет? Нет. Большая машина, большая. Так, кондер. Один. Там второй. Ни хрена себе здесь место. Здесь можно коров возить для коров. Ха-ха. Срагай. Так. 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 Все правильно, на полный. Погнали заправлять. Такой здоровенный Старекс. Гранд Старекс. На АТ-шке, на резине. Грязевой. О. 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 Хрена себе. О. 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 Ох. О, ой, бюд. О, ой, бюд. и потащил плиту так и будет наклон дороги вот такой под поворот выходить на ту пизанскую башню а не до строй а здесь дорога пойдет туда на крупную, на котельную здесь будет развязка уже очищают территорию и будет засыпка это будет дублер семидесятилетия заправка останется на месте прибегаем на меня идет диван будет двигать в натуре диван диван двигает так у нас чистят экскаваторами дворы едет бульдозер вот там пошел вот там пошел все один экскаватор бежея в бок он двигает по лесу Аж к земле, аж я подпрыгнул. Экскаватор привез солярку. Солярка, да? Очищает всю территорию. Здесь будет засыпка производиться. Дорога будет доходить, например, где машинка стоит, серенькая, гранта. И вот до этого места. Будет развилка выходить на Крупскую, вот туда, вот между домами. До котельной на Крупской, вон труба торчит. Там еще развязка будет, потом будет две полосы выходить на мост. Примерно так мне объяснили строители. Стройка дороги идет полным ходом. Я понял, мне отсюда пора сваливать. Меня окружили все, строители, все, капец. Те любите гелики, да? Вот он, блядь, гелик. Их теперь тоже буду снимать все, где только есть они. Что там надо сделать? Надо обогнать гелик. Надо обогнать гелик. Гелик, давай, впереди чисто. Сигаретку выбросил. Давай, поехали. Субтитры подогнал «Симон»!